Сегодня у нас в гостях Иван Рыбин, советник губернатора Хабаровского края, которому Михаил Дегтярёв в том числе поручил заняться решением этой, согласитесь, острейшей проблемы не только для Хабаровска, а для Комсомольска. А вы за какой вариант проголосовали? Зная, как хабаровчане будут реагировать на вопрос о введении платных парковок, конечно же, поддержу основную часть хабаровчан, это оставить парковки бесплатными. Но в свою очередь мы должны будем так или иначе предложить им вариант, как пешим, так и категории водителей, альтернативу решения этого вопроса, о которой мы сегодня, кстати, проговорим. Ну, это второй вариант зоны трафика лимитата, как в Италии, да? Нет, я просто, видите, зона трафика лимитата не даст того результата, который мы бы хотели бы видеть, понимаете? То есть мы можем какими-то такими, знаете, мелкими шагами пытаться настроить ту или иную часть, но общего эффекта это не даст. Согласен с вами, что вы раньше сказали по поводу того, что в некоторых местах города есть те зоны, где остановка или стоянка запрещена, но так или иначе водители вынуждены там их оставлять, бросать, потому что либо нет такой возможности оставить свой автомобиль, ну, либо вот граждане могут нарушать эти законы. И в этом случае сотрудники госавтоинспекции, на мой взгляд, должны все-таки работать жестче, потому что это нарушение, в первую очередь, и знаки, как остановка, так и стоянка запрещена, там стоят не просто так. Есть предложение, да, от наших телезрителей. Они нам пишут, что надо просто рубить бульвары. Немного расширить, с одной хотя бы стороны, потому что и достаточно большое количество госучреждений находится на бульварах, ну и, в принципе, можно и пройтись. Но, с другой стороны, пишут, жена нашего телезрителя против, говорит, она там белок кормит, вот все-таки не может решить. Но, как вы считаете, все-таки, может быть, стоит там, с одной стороны, действительно, еще пару метров срубить и сделать парковочные карманы? Вы знаете, достаточно радикальные меры. Тут в этом плане убежден, что мы переходить до таких мер не должны. Это вызовет определенную волну негатива, и здесь мы должны использовать те ресурсы, которые на сегодня мы имеем. А что это за ресурсы? Очень просто. Это те земляные участки, которые находятся либо в бесхозном состоянии, либо все-таки они находятся в таком мертвом, можно сказать, состоянии, не используются никаким образом. Это строительство парковок как с углублением вниз, так и со строительством в верхнюю часть основания здания. Такие опыты уже есть. И вот один из примеров на улице Фрунзе, один из предпринимателей города Хабаровска, уже построил подобную парковку. Кстати, к моему удивлению, не все даже местные хабаровчане знают о ней. Я впервые вот сейчас вижу. Вот эта парковка? Да, вы можете наблюдать сейчас на экране. Это парковка, которая находится на самом деле в городе Хабаровске. И куда, если это будет корректно и удобно, то приглашаю вашу съемочную группу показать более подробно о ней, об этом опыте, рассказать о ней. И поделиться вообще в принципе такой идеей, потому что она не просто востребована, она очень эффективная. И дает, на мой взгляд, все-таки запас на будущее, чтобы исключить вот эту сложнейшую проблему. Спросите у каждого хабаровчанина, что его интересует больше всего. Ну, его двор, его, значит, возможность добраться от дома до работы, до больницы, если это маломобильные граждане, если, не дай бог, это матеря с детьми и так далее. То есть это же автомобиль, это необходимость. Это не... Ну, насколько я знаю, в центре города любой двор, который они успели огородить, он в нем полностью застал. Перегружен. Перегружен полностью. И вот это, кстати, одна из... Как бы сегодняшний наш вечер, один из результатов того, что мы имеем. Все-таки 164 года город Хабаровск. И порядка... Больше 300 тысяч автомобилей зарегистрированы на территории города Хабаровск. Согласитесь, великая цифра. Ну, один автомобиль, наоборот. Каждый второй житель, автовладелец, автолюбитель и, в принципе, такой причастник к категории водителей. И хочешь не хочешь, либо завтра, либо послезавтра, мы вынуждены просто подходить к этой теме. А подходить к этой теме только вот подобным комплексом мер, которые мы должны делать совместно, не только там силами правительства Хабаровского края, но в первую очередь администрацией города. Телефонный звонок, да, у нас есть. Владимир нам дозвонился. Владимир, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер всем присутствующим, студиям, ведущим, гостям. К сожалению, вы боретесь, ну, я обращаюсь к администрации города Хабаровска, соследственно, нужно бороться с причинами. А причина в том, вы же говорите себе о центральном районе города Хабаровска, вы не говорите о Краснофлотском, северном, индустриальном. Так вот, предложение. Большинство госучреждений, включая суды общей юрисдикции, арбитражные, правительственные учреждения, вынести за пределы центрального района. И тогда у вас очень много будет места для парковок в центральном районе. И не будут все утром ехать туда, именно в центральный район. Мне самому этот выход очень нравится. И когда-то я даже выпуск «Корь на зла» делал про это. Ну, давайте поговорим, насколько это реально. И насколько это затратно, потому что это все эти переезды. Крайне проблематично. Ну, потому что жителям, к примеру, Южного придется ехать уже не в центр, а в северный. Но через центр. Я понимаю гражданина, который дозвонился, и в принципе у него такой достаточно сильный вопрос, о котором мы, может быть, даже и на федеральном уровне не раз уже это предлагали. И в качестве отношения к столице предложения были многие по распределению тех аппаратных центров, каких-то министерств по субъектам. Во-первых, это сразу мы наталкиваемся на вопрос финансовый, потому что, чтобы подобные провинции и инсинуации, нам необходимо просто колоссальное количество финансовых средств. И плюс ко всему, все-таки это логистические узлы. Так или иначе, не зря они находятся в тех или иных местах. А вот из последних, к примеру, вы же помните, губернатор Хабарского края Михаил Дегтярев предложил на то время перенести СИЗО по улице Серышева, вот этот узел. СИЗО, всеми руками за, потому что я живу рядом, и меня возмущает, что рядом со мной. И я тоже там живу, кстати, вот в этой же части, поэтому как просто житель, как гражданин города поддержал все целые эту идею, потому что, ну, такое, знаете, отношение, концентрат к этому. Иван, вот более, вот скоро будет жара, еще сильнее, чем сейчас, пройдите мимо, там же у них хозяйство свое. Да все, в целом, это такой мини-город закрытый, который, хочешь не хочешь, он должен обеспечивать самостоятельность. Игорь, прости, я тебе сейчас. Да, ладно, ничего страшного. Иван, ну, вот вы сказали, да, вот привели в качестве примера ту парковку, которая многоуровневая, значит, автоматизированная. Ну, давайте не забывать, что это предприниматель вложил свои деньги. То есть, соответственно, любой бизнес, его главная цель – это извлечение прибыли. Соответственно, он нацелен на то, чтобы зарабатывать. Значит, соответственно, вы говорите про то, что парковки должны быть вроде как бесплатные, тогда они должны строиться на деньги муниципалитетов, краевого бюджета. И вообще, насколько тогда затратны эти моменты? Я, конечно, понимаю, что это дешевле, чем перевести госучреждения и выстроить логистические цепочки. Но насколько вообще затратна современная такая парковка? Потому что, насколько я понимаю, сейчас как раз идет процесс удешевления стройки. Жаль, что не присутствовал, в принципе, при строительстве вот этой парковки, чтобы погрузиться в более такой тонкий процесс по ее возведению. Ну, могу сказать, что вот если я сейчас переадресую вам этот вопрос, к примеру, как бы вы отнеслись к решению этого вопроса, то все бы пришли бы в тупик. Такая тонкая грань между платными парковками и бесплатными. И хочешь не хочешь, мы все равно к этому придем. Вопрос назрел. Он дальше не может быть в таком бездвижном состоянии. И поэтому, так или иначе, все участники процесса, а именно общественность, бизнес, власти, должны в этом диалоге просто общаться. Достигать те или иные результаты, хоть либо это и остатки каких-то бесплатных парковок, а они обязаны быть, потому что мы должны здесь с вами понимать, что большое количество из категории водителей – это маломобильные граждане, которые просто не могут без автомобиля находиться. Это многодетные семьи, это другие, значит, пенсионеры, ветераны и так далее, просто те, которые вынуждены пользоваться автомобилем. В первую очередь для них это бесплатные парковки. А если мы говорим все-таки увеличение, то те вот сегодняшние граждане, которые голосовали за платные парковки, они, значит, категория граждан, которая готова платить за безопасность в автомобиле, с удовольствием будет ими пользоваться. И, конечно, вероятнее всего, могу только допускать, что это будет какая-то часть парковок, которая будет возводиться в городе Хабаровск, останется, например, сугубо платными, какая-то часть парковок останется бесплатными. То есть в любом случае те, которые парковки будут строиться на средства предпринимателей, то хочешь не хочешь, конечно же, ему нужно будет свои затраты восполнять. И поэтому не получится сделать все и сразу, как бы нам больше всего хотелось. Поэтому регулирование и диалог между всеми участниками процесса. Я вас прерву, чтобы дать высказаться зрителям. Александр, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые ведущие, гости и граждане Хабаровска. У меня такое мнение. Я не поддерживаю никакую точку зрения по поводу интерактивного голосования. Я считаю, что надо оставить парковки бесплатные. Просто, как вам сказать, чтобы сотрудники ГИБДД работали, чтобы они по центру, во всяком случае, как чайки, кружили, кружили, кружили. Человек, если ему надо в ту же Вивею или куда-то там подъехать, он может просто доехать на такси, либо найти место, ну не прям под каким-то офисным зданием, где-то подаль метров 300-500, это всегда есть возможность, и дойти. Человеку, ну как я так считаю, проще потратить на ту же такси, грубо говоря, 300 рублей, чем там полторы-две тысячи, чтобы потом догонять, скажем так, автомобиль. Просто я вот живу на Дендраде и возвращаюсь по Дзержинскому, еду, ну там реально, господи, сколько, три или четыре полосы, а проехать можно только по двум. Спасибо, это очень в лучшем случае. Вообще, я должен сказать, что мы сегодня с вами не угадали. Вот оба варианта не очень хорошо голосуют, потому что, видимо, людям не нравится ни платные парковки в центре, ну потому что на самом деле в Москве нам, говорят, неудобно сделали, если все парковки платные. Ну практически все, кроме перехода. Ну и ограничивать въезд тоже плохо. И, видимо, больше по душе вот та идея, которую Иван высказал, что не искать легких решений надо. Так не получится, да. А вот, кстати, интересная идея, которая пользуется в Пекине, да, например, там у них по последней цифре в номере, значит, четное-нечетное, четные числа заезжает один вид транспорта, поэтому у них некоторые покупают два автомобиля, особо обеспеченные, но за второй автомобиль огромный налог. Вот такая мера нам помогла бы, чтобы, может быть... А позвольте добавлю, извините, вас перебил по поводу, вот человек, гражданин дозвонился до нас, и он сказал по поводу работы госавтоинспекции. Из прошлого опыта, вот это было просто на этой неделе, обратились жители дома номер 45 у Сурисского бульвара с простым вопросом. То есть у них в рабочее время к их дому проехать просто невозможно, потому что административные здания настолько сосредоточены в центре, что даже проехать не то, что собственному транспорту, я уже не говорю про, не приведи Господь, случится какие-то вещи, связанные с пожарами, это пожарные машины, это, значит, какие-то полиция, ну и другие, в принципе, службы, которые должны оперативно реагировать на те или иные вопросы. И в связи с этим, конечно, вот мы сейчас готовим ответ на это обращение, какой-то будет результат от нас, потому что, смотрите, вот если видите на фотографиях, поставить знак запрещающий, там по определенным требованиям достаточно проблематично. И одна наша надежда, как представителей, значит, власти, реагирования через средства, ну, привлечения просто наших сотрудников госавтоинспекции. Поэтому вот здесь, на самом деле, надежда большая и на них в том числе. Это только один из примеров. Полным-полно дворов, полным-полно поворотов, где это уже просто становится такой вот... Я напоминаю, что сегодня в гостях был Иван Рыбин, советник губернатора Хабаровского окрая, который в том числе разрабатывает вот решение проблемы парковок, глобальная проблема для всех населенных пунктов Хабаровского окрая. А можно дать какую-то обратную связь? Вот мы сегодня поговорили, у людей, вот, мне кажется, заработало воображение, мне кажется, очень дельные предложения, куда их можно отправлять. Мы, конечно, можем наш редакционный WhatsApp получать вам. Да, к нам, в принципе, либо это региональное отделение ЛДПР, либо это, значит, наши приемные, либо это наши контакты. Поэтому мы всегда будем рады реагировать. И, в принципе, если есть такая необходимость, даже готовы выезжать на подобные случаи и реагировать своими силами. Я даже подумал, что, возможно, вот предыдущие попытки мэрии решить эту проблему, потому что у нас и платные парковки организовывали, да. И, помните, парковку-лифт возле мэрии на Дикопольцево организовали, оно вот не получилось, потому что пытались вот решить как кардинально в одном направлении. Видимо, требуется вот целый комплекс меры. Совершенно так. Совершенно так.